Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины, 2005-2010 годы с нами на связи. Николай Григорьевич, рада приветствовать. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, интересная достаточно тема, потому что как-то разнятся в определенные короткие сроки заявления Лукашенко. И тут они даже разнятся не сами заявления, а с теми действиями, которые ныне происходят на границе с Беларусью. В нашем материале было видеоматериал о том, как строят на границе с Украиной две новые погранзаставы. Я нашла карту Белорусский гаюн-мониторинговая группа. Вот сейчас я наших зрителей попрошу тоже обратить внимание. То есть возведение комплекса пограничной заставы в населенном пункте Карпов, Калоевский район, мы видим. И второе возведение комплекса пограничной заставы, населенный пункт Свеща, Наравлянский район. Ну вот Наравлянский район ближе, это все-таки Житомирская область, если мы посмотрим сейчас на карту. Далее, если мы смотрим все-таки сейчас и на Карповку, там и Черниговская недалеко область и так далее. Я первое у вас все-таки спрошу, чтобы мы тоже этот аспект не упустили. Вот это постройка двух новых погранзастав. Это, скажем так, возможно, действительно каждая страна имеет право на границы возводить опять же новые погранзаставы. Но в данном случае, когда действительно это север Украины, это те области, которые под ударом и были с первых дней после 24 февраля 2022 года. Когда еще и сейчас мы слышим заявление, что риски вступления и белорусской армии, и российских войск с территории Беларуси все-таки они существуют. Возведение этих двух новых погранзаставов как следует воспринимать сейчас? В первую очередь, конечно, это вкладывается в концепцию Лукашенко, что со стороны Украины могут быть провокации, прорывы и даже наступления на территорию Беларуси. Поэтому он демонстрирует, что он укрепляет границу. Это не только две заставы, мы говорим, минимум девять уже практически в стадии постройки или уже построены. С другой стороны, это вторая линия обороны, спецназы, которые находятся возле этих застав. Это линия примерно 10-15 километров, которые могут активно перемещаться в тот или иной сектор. Это, конечно, подготовка и слаживание войск самих белорусов, белорусов с россиянами, ну и видим даже в последнее время с китайцами. То есть Лукашенко хочет постоянно держать народ в таком страхе, что с нашей стороны будут какие-то активные диверсионные действия. Неоднократно нас обвиняли в таких операциях на аэродромах, нефтебазах, жилых комплексах Беларуси, что мы будем совершать прорывы границы для проведения таких операций. И поэтому логически они обосновывают, что строят другие заставы, и особенно эти две, о которых мы говорим, которые будут служить первой защитой против, как они говорят, наших действий в отношении Беларуси. Но это все фейково, это с другой стороны для того, что с одной стороны это составляющая информационной войны, но самое главное это держать покорь белорусское население. Пока что Лукашенко очень мощно сейчас укрепляет позиции и на границе, и в военной сфере, и в системе безопасности, и как бы радеет за Беларусь. Но в отношении кого? В отношении Украины, как бы мы готовим против них провокации и стран НАТО. Ну, вторая составляющая, это, конечно, держать эти пограничные пункты на случай продвижения, возможно, даже российских войск. Это очень важно, чтобы они имели базовые составляющие, постоянно контролировали при граничах наши территории, они имеют также пограничники пограничную разведку. И поэтому прорабатывают, какие каналы могут быть нанесения ударов, развед наших позиций, где наши пограничники имеют возможность и укрепрайонов защищаться, где у нас подтянуты войска, какие системы будут и защиты, тем более огневые средства. То есть, это такая потомка, с одной стороны, нереально с нашей агрессией, как они убеждают. Но самое важное, это, конечно, держать население в покоре и готовиться к возможным действиям совместно с Россией. Но я считаю, что в данный момент такие действия, которые хотел бы Путин, то есть заход на территорию украинской стороны Беоруссии, уже точно не будет. Давайте об этом поговорим. И даже исходя из заявления руководителя украинской разведки, я думаю, вы слышали, что сказал Кирилл Буданов, отвечая на вопросы, что есть и риски, и абсолютно реальная угроза со стороны как раз севера и захода на территорию Украины. Там не было таких уточнений, но что он сказал, ситуация не катастрофическая, а риски на самом деле есть, хотя мы об этом с вами говорим с начала полномасштабного вторжения, что повторный заход возможен, и риски, они действительно колоссальные. Я хочу у вас спросить, вот вы уже начали говорить об этом, на что способны в своей совокупности российские войска с белорусскими войсками? Вот меня интересует именно белорусская армия. На пресс-конференции в 2023-м Лукашенко говорил, что армия Беларуси составляет сегодня 75 тысяч человек. Это его слова. Хотя Международный институт стратегических исследований говорил, что белорусских военнослужащих именно в боевых подразделениях около 48 тысяч бойцов. Разница, в принципе, достаточно такая существенная. Плюс те, кто остались из российских военных, плюс лагеря вот этот вагнеровцы. Я, насколько понимаю, их там не больше тысячи этих вагнеровцев. Насколько сегодня и на что способна все-таки, если мы говорим конкретно о белорусской армии? А на сегодняшний день белорусская армия не готова войска к Украине. Это стратегический посыл и сам Лукашенко не хочет этого делать. Потому что понимают, это начало войны, он проиграет, и это, возможно, конец его режима. И Путин не поможет. Поэтому исходим из этой концепции. Угрожать, демонстрировать, что он что-то будет делать, подыгрывать России в этом плане, это будет. Но если мы говорим о боевом состоянии белорусской армии, это действительно до 50 тысяч человек. Белорусская армия, а мы имеем оперативную информацию, и среди военнослужащих офицеров принципиально не хочет воевать с Украиной. Поэтому боевой дух очень низок. И поэтому никто их не понудит прямо. Если даже российские войска будут их понуждать, это может возникнуть конфликт между белорусскими военнослужащими и российскими. Это и боится Путин. Он уже давно зашел бы, понудил белорусов воевать против Украины. Но понимает, что там нет поддержки, поэтому это нереально. И вот эти вагнерсы, которые готовят спецназы, вот это для провокации. Это, как правило, примерно белорусской, так сказать, составляющей под КГБ Белоруссии 8 тысяч различных спецподразделений. Вот этим надо проводить именно и заходы на наши территории, провокации, диверсии. Демонстрируют как бы наступательные операции, чтобы оттягивать наши войска. Но белорусская армия точно воевать не готова. Ни по идеологическим принципам, ни по боевой составляющей. Ну, понятно, сам Лукашенко будет остерегаться, что, мол, отвоенно повернуть против него оружие. Поэтому он любым способом будет упреждать такие форматы, типа масштабное наступление с участием белорусских войск. Он манипулирует, он как бы подыгрывает Путину и проводит учения, и учения, соответственно, с ядерным тактическим вооружением. И обвиняет постоянно Украину, НАТО, и угрожает, что он готов к каким-то действиям. Но чтобы сам начинать, я думаю, что это маловероятно. Надо говорить о широком спектре, не только Биорусс, а и Север в целом. Это и со стороны непосредственно и Российской Федерации. Это Сумская, Черниевская, Харьковская область. Но это маловероятно. Этот вариант нужно не инновировать, конечно. Но то, чтобы создать мощное группирование и начать наступление еще с севера, они уже давно бы это сделали. Они уже планировали начать не только в Харькове, а и в Сумах. И чтобы оттянуть большие силы с Донецкой, Луганской и Запорожской области. И это не удалось. Потому что мы каждый день, и вот сегодня мы говорим, минимум 1300 человек нейтрализовано. Если мы говорим за два месяца, то армия своего 70-75 тысяч. А в армии примерно, вот они группировали 51-го, это примерно 60 тысяч. Это то, что уже уничтожено. Поэтому эти все новые набранные, не имеющие ни бою, ни военной подготовки, они ничего не составляют. И не пойдут никуда они, ни с севера, ни тем более с Белоруссии. Там их не ждут, даже белорусы. Поэтому, да, мы должны быть готовы, не игнорировать возможные риски. Но, если мы осеним пока ситуацию, это таких войск в России нет. Белорусские войска не способны сегодня сами, тем более сами они пойдут. Ну и, конечно, мы не знаем, что ситуация на перспективе в точках, но 1300 человек в день. Там нужно оставаться. Николай Григорьевич, технический момент у нас сейчас. Но мы на самом деле с вами завершили. Я попрошу коллег, огромная просьба, поблагодарить ей от моего имени Николая Григорьевича. Спасибо за комментарии, спасибо за анализ происходящего на севере, что происходит у границы с Белоруссией. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Был с нами на связи.